привет друзья приветствую канале у вовика сегодня у нас будет небольшой обзор нужен ваш совет стоит ли снимать похожие видео что нужно добавить что исключить и так далее поэтому ваше мнение оставлять в комментариях под видео а мы начинаем сегодня у нас на обзоре паяльная станция my polos 8588d это бюджетная паяльная станция с достаточно неплохими параметрами многие продавцы комплект станции поставляют кучу различных дополнительных плюшек канифоль припои отвертки и так далее сразу скажу что не заказывайте дополнительные приблуды они ужасного качества и они того не стоят лучше заказать чисто станции будет дешевле а хороший инструмент лучше купить отдельно но мы доказались дополнительными штучками и вот что нам пришло набор инструментов металлические кисточки отвертки ковырялки открывалки и так далее это наборчик достаточно неплохой я его заказу в далекие-далекие года и использую его для открывания различных устройств выручал мне очень часто читая должен быть в каждой мастерской на всякий случай но качество конечно желает лучшего медная плетка длиной 0 75 миллиметров конечно мало но что есть то есть припой 65 на 37 диаметром 0 8 миллиметром с канифолью 50 грамм китайцы также поскупились красивенькая коробочка с канифолью просто радует глаз красота пригодится медная губка для очистки жала паяльника достаточно важная вещь но не хватает ванночки для ее укладки металлическая струна для снятия тачскринов и стекол но вы очень очень мало инструмент для поднятия микросхем с платы честно говоря я никогда не пользовался набор дешевых и ненужных отверток причем есть ручка на насадок под нее почему-то не положили что неудивительно китайцы осоз для припоя достаточно неплохой с алюминиевым корпусом такой же у меня прослужил несколько лет верой и правдой но это сделан из более тонкого металла набор пинцетов но качество ужасное что ими делать я не знаю стандартный набор различных жал достаточно неплохого качества и это хороший плюс но я бы заказал еще комплект щеточка для очистки плат хозяйстве пригодится присоска для поднятия маленьких микросхем достаточно неплохого качества работает хорошо сама паяльная станция которую рассмотрим позже и поближе подставка для паяльника сделана из листового металла баночка сделана с нержавейки также губка для очистки паяльника качество приемлемое стандартный комплект насадок для паяльной станции паяльник с керамическим нагревателем хорошо держится в руке хороший гибкий провод собран качественно ну и конечно же сам фен достаточно легкий с гибким проводом сопло имеет небольшой изгиб под углом видимо для удобства пайки воздух подается вентилятором турбинного типа достаточно тихий и не шумный сама станция небольшая 175 на 145 миллиметров высотой 95 миллиметров то на порядок меньше обычной стандартной станции небольшие габариты это ее плюс корпус сделан из пластика достаточно прочного но как по мне это минус все-таки имеют два нагревательных элемента рядом так что нужно быть аккуратным лицевая часть разделена на две симметричные части левая часть отвечает за регулировку и индикацию температуры паяльника а правая за регулировку температуры фена ручка потока воздуха расположена посередине что очень даже удобно кнопки регулировки температуры достаточно большие и удобные единственно что для фена правая кнопка это увеличение температуры фена а правая кнопка регулировки температуры паяльника это уменьшение температуры надо будет привыкать но это сделано для симметрии я так понимаю а так очень гармоничный и красивый дизайн с приятным свечением индикаторов температуры напряжение паяльника 26 вольт мощность паяльника 70 ватт температурная стабильность плюс-минус 1 градус нагреватель керамический предел регулировки паяльника 200 480 градусов мощность фена 750 ватт 220 вольт так что будьте аккуратны в проводе идет 220 вольт диапазон регулировки температур 100 480 вольт температурная стабильность плюс-минус 2 градуса поток воздуха 120 литров в минуту, но увы это максимум. Крепление фена по заводу только с одной стороны, что вроде как и логично, но все же иногда нужна и возможность крепления с другой стороны. Но увы, если вдруг понадобится, то придется разбирать и переделывать. В задней части подключается сетевой шнур, но дополнительной кнопки отключения паяльной станции, увы, нет. Это не критично, но все же. Разбираем нашу станцию, посмотрим, что же там внутри. Внутри достаточно большой трансформатор для питания платы управления и самого паяльника. С виду ватт 6070. Но после 20-минутного теста паяльником трансформатор нагрелся до 32 градусов, а сами обмотки до 45 градусов. Поэтому я бы все-таки досверлил дополнительные отверстия по трансформаторам и сверху крышки для охлаждения. Видимо мощность трансформатора как раз на пределе, но это не точно. На передней части плата управления, пайка и все элементы хорошего качества. Попаяв немного плат паяльником, я не почувствовал никакой разницы между своей станцией, которой я пользуюсь сейчас. Очень хорошо и быстро разогревается жало и плавит припой без проблем. Короче, керамический нагреватель дает о себе знать. Пайка в удовольствие. Что касается фена, я пытался сравнить температуру со своим, и они практически не отличаются. Значит, калиброваны верно, но это такое относительное сравнение. Нужно будет экспериментально подбирать температуру пайки для конкретных работ. А в целом придраться не к чему, что очень-очень радует. Вот такой у нас сегодня был обзор. Делайте свои замечания и предложения. Все ссылочки на то, что было в видео, я оставлю в описании под видео. И на моем сайте rdt.by. Ну а с вами был, как всегда, Вовик. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok